Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Мы все хорошо знаем о том, что севооборот является одним из важных залогов высокой урожайности наших огородных растений, о том, что это снижает нагрузку пестицидную, нам меньше надо использовать средства защиты растений, потому что севооборот способствует оздоровлению участка, снижению инфекционной нагрузки, нагрузке вредителями на наши растения. Кроме того, севооборот позволяет поддерживать плодородие нашей почвы, потому что каждое растение в большей степени или в меньшей требовательны к определенным элементам питания. Картофель требовательна к высокому содержанию калия, капуста требовательна к высокому содержанию азота, бобовые напротив оставляют много азота, а томаты, например, выносят большое количество фосфора из почвы и так далее. Поэтому вот такой севооборот будет способствовать такому, ну, однородному гармоничному выносу и сохранению питательных веществ в почве, рациональному использованию удобрений. Но бывает так, особенно в отношении картофеля это характерно, что культуру надо высаживать по культуре. Вот остановлюсь на картофеле, нередко так бывает, что, ну, про томаты все хорошо знают, что 20 лет в одной теплице томаты выращивают. Но бывает так, что и картофель выращивают по картофелю, и бывает так, что это, ну, неизбежность. Ну, просто на одном и том же месте картофель вынуждены выращивать. Можно ли так сделать? Ну, в принципе, можно, но надо использовать, помнить несколько правил. И я вам сегодня расскажу о правилах, которые мы должны будем соблюсти осенью в отношении картофеля. Первое, что необходимо сделать на участках, где вы выращиваете картофель, по картофелю, это, конечно же, уничтожить ботву до того, как она высохнет. За 2-3 недели до того, как вы планируете уборку картофеля, лучше всего ботву скосить и убрать с участка. Вот просто убрать полностью и все. Если ваш участок большой и убрать грабельками не получится, в этом случае вы в обязательном порядке должны сделать десекацию-синякацию. Ну, то есть сжечь ботву. И это, в принципе, рецепты десекации-синякации хорошо известны. Мы о них говорили на канале не раз. Второе, что вам необходимо сделать на вашем участке, это в обязательном порядке. Необходимо после уничтожения ботвы через неделю, будь то механическим способом, будь то химическим способом, через неделю обязательно осенью внести препараты триходермы зеленой. Обязательно внести препараты триходермы зеленой. Без этого у вас все равно кусочки, вот такие вот кусочки останутся на почве, вы же их не уберете полностью, ничего с ними не сделаете. На них сохранятся все болезни. Триходерма в значительной степени уничтожит вот эти вот кусочки и не даст шанса болезням сохраниться в почве. Следующее, что вы должны обязательно сделать, это после выкопки, если вы используете семена со своего участка, семенной картофель сразу же отобрать, во время уборки картофеля отобрать семенные клубни. Лучше всего пройтись по участку и отобрать семенные клубни, прямо отбирая кусты. Вот будут кусты вот такие засохшие и вот будут кусты такие полузасохшие. И вот до синякации как-то пометить, как-то обозначить или сразу же выкопать вот в таком состоянии семенные клубни, набрать семенные клубни, сделать отборы вот от таких более-менее здоровых растений. Это очень важно. И эти клубни надо обязательно прямо сразу же осенью после уборки высушить, позеленить тут же и тут же обработать препаратами сенной палочки перед закладкой на хранение. Это может быть бактоген, это может быть бактофит, это может быть аллерин, это может быть фитоспорин. Ну, какой есть препарат сенной палочки, такой и использовать. После обработки сенной палочкой клубни просушить и отдельно от продовольственного картофеля в обязательном порядке сложить, хранить обязательно отдельно. В течение срока хранения вам обязательно надо перебирать этот картофель, своевременно удалять оттуда больные клубни. И если у вас вдруг больных клубней будет более 10%, Ну, вот вы видите, что уже этот семенной картофель, несмотря на все усилия, начал портиться. Объедините его с продовольственным съешьте, а семена обновите сертифицированными качественными семенами, с документами, обязательно требуйте документы о качестве. Или же получайте их из надежного источника. Кроме того, после того, как вы убрали поле, обязательно засейте туда сидораты. Ни в коем случае, на сайтах везде написано, там посейте рожь, но это только в том случае, если после картофеля не будет картофеля. Если после картофеля будет идти картофель, обязательно посмотрите наш ролик на тему, какими сидоральными растениями можно избавиться от проволочника, и как вообще надо избавляться от проволочника, и посейте только эти сидораты. И вот в таком случае при соблюдении вот этих вот простых осенних правил вы можете рассчитывать на то, что посев картофеля по картофелю будет у вас успешен. Конечно, если еще сойдутся звезды, и погода будет благоприятствовать, и не будет каких-то слишком острых эпифитотий, расцвета колорадского жука и расцвета каких-то болезней на будущий год. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы, постараюсь на них ответить. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»